Война беспощадно заходила в дома каждой семьи, ломая множество судеб. Немногие выжили, но те, кто прошли путь войны, бережно хранят память и передают истории подвигов из поколения в поколение. Николай Данилович Буренков родился 9 мая 1926 года. Воевать Николай Данилович пошел в 16 лет и был распределен в отряд пехоты. Я воевал туда, в Днепропетровску, Киеву туда, где меня на Днепре ранили. Это между сельской местностью. Сейчас я не помню, какие там были, но знаю вот это. Потом, после ранения, когда ногу мне прострелило, подлечили, нас в вышелон погрузили в 1926 год, сняли с фронта и повезли на Дальний Восток. И с тем пор вы уже воевали на Дальнем Востоке? Нет, да, в 1944 году привезли еще до полгода или год почти, что мы там же. А уже когда началась война с Японией, у нас Благовещенск. И в Благовещенске мы перешли в Амур и начали наступать. Великие подвиги пехотинцев на полях невидимых по размаху и ожесточению в истории войн сражений от Волги до Эльбы, а затем на скопах Манджурии решили исход Второй мировой войны. А все были обыкновенные солдаты. Думаете, это не страшно в атаку идти, что ли? Думаешь, что ты не знаешь, что тебе... Бываешь, вот с товарищами наступаешь, смотришь, ни с того ни с того, он раз подыкнулся, к нему подбегаешь, а он уже убитый. Так что здесь сказать, что были такие герои, которые ничего не боялись, мы понимаем, это нельзя сказать. У каждого свои страхи были свои. И нельзя сказать, что мы там герои такие были, что вот как матроса влезли закрывать амбразуры. Бывает, что некоторые попадают в такую обстановку, что им некуда деваться. Николай Данилович уже 4 года состоит в Союзе писателей Республики Молдова имени Пушкина. Его стихи – это то, что нынче переживает ветеран в глубине своей души. Солдат, который раньше терял товарищей в бою, а теперь теряет их в мирной жизни. И его память достойна самого высокого уважения. Говорят, вот так пехота, что вершла, плеца пехота, что за крепкий в ней народ, что вершла и вновь вперед, на привале, после боя, на лужайке, воздух сих. Все в кругу, кто лежа, стоя в средине, гармонист, гармонисту знак почета, в круге место занимай. Веселись, моя пехота, плясовую, брат, давай. Как задорит драчуны, клюх выходит плясуны, пляшет, пляшет, норовять, не уйти переплясать. Вдруг напев, гармонь сменила, про другое повела. Как бойца Катя любила, как его домой жила. А гармонь, как Катя ту же, за душу бойца берет. Каждый вспомнит ту, с кем дружить, и то место, где живет. Про любовь, рассвет и ночи, письма девичьей привет. И те, и про те, родные очи, те, которых рядом нет. Вновь гармонь напев сменила. Про солдат стала играть. Как врага пехота била, что ей нужно счать. А потом пляска опять. Не проставить, говорят, весела ты, Русь, пехота. Сто вершев шла, плясать охота. Память о войне не сотрешь с годами, ведь она вечно. И пока мы помним ушедших от нас, будет жить связь поколений. Война наложила отпечаток на каждую семью, поэтому не стоит забывать о подвигах наших прадедов, которые подарили нам мирное будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова